Была презентация Стояноглова, когда Дадон его приставил, он сказал, что хотят в среду собрать всех политиков, и упомянул в том числе и вас. Они потом перенесли, потому что я так понимаю, что никто не откликнулся еще, но они надеются, что еще какая-то встреча в каком-то формате состоится. Вы откликаетесь на это приглашение или как? Нет. При всем моем уважении к господину Стояноглова, я считал и считаю, что он абсолютно бандитскими методами был снят в должности генерального прокурора, и все те мерзости, которые делались против него, и вот эта фабрикация уголовных дел, это все безусловно было. Но, несмотря на порядочность этого человека, то есть вы поймите, если бы вышел Александр Стояноглова, так должно быть правильно, и вот он как аполитичный обратился бы ко всем партиям, это одно. А тут выходит Дадон, секретарша, и говорит, вот тут рядом аполитичный кандидат, мы партия социалистов там единогласно его выдвигаем, а вы там в среду приходите. И плюс Дадон сделал все, Дадон не Стояноглова сделал все для того, чтобы никто не пришел, потому что Александр Дмитриевич не политик, у него нет опыта, большого политического, какой-то был, но все равно, Дадон ушлый, это нужно признавать. И Дадон, даже пригласив там Ткачуку в библиотеку того же Воронина, которого он назвал первым, вы же понимаете, он пригласил, зная, что тот туда не придет. Из старого комплекса, да. Поэтому Александр Дмитриевич эти ноты, как бы там музыкальный слух пропустил, а Дадон сделал все, чтобы никто не пришел. Скажите, чем отличается приглашение Дадона от приглашения Майя Санду на консультации, касаемо референдума за евроинтеграцию? Что сделала Майя Санда? Она вышла и говорит, я все там инициирую референдум за евроинтеграцию, мы там должны определиться и так далее. И вообще имейте ввиду, что я вот сейчас начну консультации, начну приглашать партии, правые, левые и так далее. Я не пошел на этот цирк. Послушайте, я сам выступаю за референдум с 2014 года, в этом вопросе рано или поздно придется ставить точку. Но, если ты президент страны, и ты говоришь, и она бы реально хотела этот референдум с участием всех партий, она бы вышла и сказала, приглашаю все партии. Пришли бы все партии на переговоры, она бы сказала, так, Воронин, ты выступаешь за референдум? Да, Дадон, ты там говоришь, да, так, усатый, 2014 года, да. Ребят, я согласен, так, правый, все, давайте инициируем референдум, пусть каждый идет со своей повесткой. Кто там за евроинтеграцию, кто не за евроинтеграцию, кто-то там хочет за унирить. Я там всегда выступал за вектор национального развития. То есть, каждый отстаивайте свою позицию. Почему? Потому что мы все политики, слуги народа. Мы не имеем права идти туда, у кого где счета, бизнесы, интересы и так далее. То есть, когда две трети населения страны высказывают свое мнение, мы, политики, обязаны это решение исполнять, если мы искренне с людьми и говорим, что мы как бы должны исполнять. Вот, Майя Сантос референдума, то же самое, Дадон со стая ноги. Он вышел, говорит, я все решил, а вы там приходите в три послезавтра и так далее. Послушайте, никто не пришел. А я вам другое скажу. Все, кого упомянул Дадон в понедельник, он никому не позвонил. И в понедельник, и во вторник. Это что за... То есть, слушайте, где Молдовеймпарк? У нас даже на свадьбу зовут. У нас даже на свадьбу.